Добрый день, уважаемые молодежи! Вы смотрите очередной выпуск «Часа добропорядочности». Сегодня мы поговорим о писателе, мыслителе, классике новой казахской литературы Ильясе Жан-Сыгорове. Известный казахский поэт родился в 1894 году в Алматинской области. Семья Ильяса стремилась привить мальчику главные человеческие добродетели. Порядочность и честность. Эти качества он пронес через всю жизнь и отразил их в своем творчестве. Ильяс Жан-Сыгоров с большим уважением относился к своему народу и прекрасно знал, чем живут люди. Он прослыл человеком, безупречно владеющим казахским языком. В своих стихотворениях поэт стремился показать все богатства родной речи. Его лирические произведения поэмы «Дала», «Куй», «Кюши», «Клагер», «Роман Жолдастар», пьесы «Кек», «Труксеп» и «Сатай Мохамбет» стали бессмертными произведениями. Они включены в золотой фонд казахской литературы. Благодаря своим трудам Ильяс Жан-Сыгоров стал выдающимся поэтом, следующим после великого Абая. В своих произведениях он придерживался принципов честности и рассудительности. Ильяс Жан-Сыгоров призывал современников становиться грамотными и благоразумными, развивать свое мышление, получать образование. Он считал, что уже сейчас нужно задумываться о завтрашнем дне. Чтобы прийти к светлому будущему, нужно найти свой путь в жизни, говорил Ильяс Жан-Сыгоров. Он посвятил цикл стихотворений подросткам, которые еще не нашли свое предназначение. Для поэта было важно, чтобы молодежь умела ставить перед собой цели и достигала их. Всегда стремилась становиться лучше. Девушки, парни, вся молодежь, когда ж ты поднимешься, глаза распахнешь. Сородичи, братья, родные, да здравствует воля, не померкнет отныне. Наследники нашей великий народ, общайтесь, стремитесь, только вперед. В этих строках Ильяс призывает соотечественников к самоотверженной борьбе за равноправие внутри страны. Честному и активному участию в делах общества. В своих произведениях Ильяс Жан-Сыгоров создавал облик той независимой страны, в которой мы живем. Он призывал казахов быть образованными и сознательными. А в своих произведениях он рассказывает историю развития нашего государства. Яркий пример тому — поэма «Кулагер», признанная жемчужиной нашей национальной литературы. Главный герой воспевал жизнь Ахан-Сера и одновременно с этим разоблачал зло и пороки феодального времени. Ильяс Жан-Сыгоров, помимо повышения правовой грамотности людей, широко пропагандировал общечеловеческие ценности. По его мнению, справедливость, честность и доброта являются главной духовной опорой общества. Эти качества делают человека добропорядочным и помогают бороться с пороками, такими как коррупция. Учение честность восхваляет, учение к развитию нас призывает, учение словно лошадь, мощь и красота, учение письменность и сила языка. Как говорили наши предки, честность, доброта, рассудительность — это признаки человечности. И только там, где есть честность, живет и человечность. Кроме того, по мнению казахов, честность — это совокупность благородных качеств, таких как совесть и чистота души. Все эти ценные качества были в Ильясе Жан-Сыгорове. Для распространения вечного наследия великого казахского деятеля его имя было присвоено улицам городов Казахстана, открытые специальные музеи и памятники. Поэзия Ильяса Жан-Сыгорова — гордость отечественной литературы. Про его труды говорят так. Это золотой дворец, возведенный из красивых и мудрых слов. Будучи благородным и честным человеком, Ильяс стал почитаемым сыном великой степи. Дорогие друзья, на этом час в добропорядочности подошел к концу. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин